Здравствуйте! На прошлом уроке мы с вами познакомились с тем, как можно на Python писать небольшие программы. Мы попробовали написать программы, которые выполняют орфеметические вычисления, совершают ввод-вывод данных и содержат условные конструкции. Уже неплохо, однако этого мало. Давайте вспомним задачу, в которой нам надо было найти наилучшую попытку студента за тест. В той задаче нам надо было фактически найти максимум двух чисел. Давайте представим себе, что сейчас у студента есть не две попытки, а 100 попыток. В таком случае, если мы попробовали бы написать аналогичное решение, нам понадобилось бы сделать порядка 100 условных конструкций, что уже достаточно утомительно. А если себе представить, что у нас студент не один, а их, скажем, тысяча, то тогда количество условных конструкций возрастет до 100 тысяч. Человеку писать это достаточно утомительно. Вместе с тем, для компьютера 100 тысяч элементарных операций не составляют никакого труда. Любой современный компьютер 100 тысяч операций выполнит за доли секунды. И для таких задач, где надо выполнять повторяющиеся действия, люди придумали циклы. В языке Python есть несколько видов циклов. Давайте познакомимся с первым из них. Это цикл while. Цикл while выглядит следующим образом. Это цикл с предусловием. Цикл while содержит сначала ключевое слово while, затем некое условие, которое будет проверяться каждый раз перед тем, как цикл запускается. И, собственно, цикл содержит некие действия, которые выполняются в цикле. Эти действия, в данном случае это две операции, вместе называются итерация цикла. Таким образом, цикл повторяет итерации. В данном случае итерация состоит из двух команд. Вывод числа и уменьшение числа на единицу. Давайте посмотрим целиком, как это все работает. В этом примере мы хотим вывести все целые числа от 5 до 1. То есть 5, 4, 3, 2, 1. Для этого мы завели переменную a и записали в нее значение 5. Дальше цикл будет выглядеть следующим образом. Мы будем выводить число a и уменьшать его на 1. Будем делать это до тех пор, пока a больше 0. Таким образом, мы написали здесь условие. Продолжать цикл до тех пор, пока a больше 0. У нас есть переменная a, в которой записано сейчас значение 5. Как происходит работа цикла? Сначала осуществляется проверка, что условие верно. a равно 5. 5 больше 0, значит условие верно. Переходим к операции внутри цикла. Выполняем первую операцию. print a выводится пятерка, после которой ставится пробел. Мы используем параметр end, которому мы передаем значение символа пробела, для того чтобы значения, которые мы выводим, были разделены не переводами строк, а пробелами. Таким образом, результат, вывод всех значений, будет находиться в одной строке. После вывода числа мы уменьшаем значение a на 1. Таким образом, a становится равным 4. Первая итерация цикла закончилась. После этого происходит возврат к проверке условия. Проверяется, верно ли, что условие все еще истинно. В данном случае a равно 4, и 4 больше чем 0, то есть условие верно. Вновь выполняются обе команды. То есть выводится значение a, текущее значение, которое сейчас равно 4, и значение a уменьшается на 1, то есть a становится равно 3. Дальше снова переходим к проверке условия. 3 больше 0, выводим значение a, то есть 3, уменьшаем значение a на 1, а становится равно 2. Вновь проверяем истинность условия. 2 больше 0, выводим значение a, выводим 2, уменьшаем a на 1, а становится равно 1. Переходим к проверке условия. Все еще верно, 1 больше чем 0. Выводим 1, уменьшаем a на 1, а становится равно 0. Возвращаемся к проверке условия. И сейчас a оказалось равно 0, и условие 0 больше чем 0 неверно. Поэтому на этом выполнение цикла заканчивается, и интерпретатор переходит к командам, которые находятся после цикла. В данном случае их нету, поэтому программа просто завершается. В результате у нас будет выведено вот такой результат. 5, 4, 3, 2, 1. Все операции, которые выполняются внутри цикла, мы записываем, используя отступы. Одинаковые отступы. В общем случае цикл while выглядит следующим образом. У нас есть ключевое слово while. У нас есть некое логическое выражение, которое проверяется перед каждой очередной итерацией. Итерация выполняется только в том случае, если это логическое выражение истина. Внутри цикла может быть произвольное количество действий. Эти действия могут содержать условные конструкции, могут содержать внутри себя еще дополнительные циклы. Как правило, логическое условие вот это вот содержит какие бы то ни было переменные. И эти переменные меняются внутри цикла. В противном случае у вас это условие будет всегда постоянно. То есть либо у вас оно будет ложное, и цикл вообще ни одного действия не сделает, либо условие будет истинным, тогда цикл будет бесконечным. Как правило, мы этого не хотим. Поэтому в большинстве случаев в условии каким-либо образом, явно или не явно, фигурирует переменная, которая меняет свое значение внутри цикла. Продолжение следует... Продолжение следует...